спотыкаются не гору а муравейник а в нокаут улетают не от сильного удара от неожиданного привет краснопузо и черешни с вами федорович а сегодня мы посмотрим на тигров которые получили хвостом от дракона но все равно решили одержать победу если не над противником то хотя бы на драйф в бою рената лятифова против карла капута произошел настоящий капут уже через 10 секунд боя карла классно пробил правой коряга и уложил рената как боберта полю на канвас красавчик рефери сразу остановил бой чтобы не допустить лишних ударов по бойцу но потом немного пожалел об этом так как ренат не понимая что происходит полез бороться на того кто рядом а ним оказался как раз таки рефери как виноградник разбирается в вине таки реф должен знать единоборство и он их знал задушив бойца до отключки пока не прибежали на помощь секунданты а потом с довольной улыбкой как у ежа нашедшего яблока пошел прогуляться по октагону все-таки когда бы еще была возможность придушить профи бойца горные реки не пересыхают а бойцы не перестают нас удивлять в бою золтый тега против ма уже через 15 секунд все было кончено четким правым сбоку но только не для рефери который же и спас ма от дальнейших серьезных травм шляпой позор не прикроешь подумал ма и решил продолжать борьбу до последней капли сознания да вот только в противнике выбрал ногу рефери а не оппонента при этом намеревался он сделать очень болезненный болевой но слава святым туфлям рефу как золушке удалось сбежать эпичный бой бринка против нема увенчался не очень красивой сценой из мира животных когда показывают брачные игры старайся выиграть и на неудаче вспомнил нам слова дедушки тренера когда брин всадил ему фронткик в голову а потом обрушил на голову кувалды нем так и сделал ведь старинная пословица не обманет вот только вместо обидчика он выбрал чувачка послабее рефери который сдачи давать не будет оседлать его можно знатно ведь главная победа а над кем уточнять не будут спросят тебя ну что выиграл а ты гордо ответишь конечно а вот то что победа была на драйфере они над противником мы это упустим 100 дневная проповедь становится бесполезной после одного плохого поступка так и у нас произошло в бою между двумя неплохими тайцами пацаны рубились на славу и боец в серых шортах доминировал но потом специально или нет пробил в голову уже сидячему на полу бойцу чем его сразу отправил в мир морфея кстати в боях по муайта это нормальная практика но в мм это запрещено рефери сразу среагировал на ситуацию бой остановил но потом произошло самое интересное боец криками ах ты падла бросился на обидчика вот только в состоянии дикой ярости быка не различал не то что цвета но и людей и начал осыпать ударами рэфа который его же и спас вот и делай после этого добро людям после такого случая рэф теперь будет ждать наверняка пока не выключат бойца чтобы опять не получить за добрые дела а в этом поединке по муай-тай бойцу в красных перчатках удалось всадить отличное колено в голову а как говорится удар коленом как рафаэлла вместе тысячи слов рэф сразу остановил поединок ведь боец в синих перчатках уже был в другом измерении но видать какие-то феи пели ему на ухо продолжай не сдавайся ты можешь и парень продолжил вот только в жертву выбрал своего спасителя и подмав его в клинч как богомол ягодку малины всадил ему колено в живот но все обошлось ведь прессу мужика на месте когда всходит солнце она светит не всем ведь земляному червяку не дано понять прелести тепла таки у нас бою на пуни против армстронга кому-то вкус победы а кому-то крови и пота после отличной серии армстронг оказался на канвасе но рефери начал поднимать его помогая руками это наверное какие-то новые правила где рефери может не давать падать бойцу в нокдаун а потом еще и удерживал его пытаясь заставить продолжать бой нет все таки наверное не какие-то кумовья ведь не зря говорит родня прокурора сидеть не будет но эпический момент настал когда боец резко встал на ноги и выписал рефу парочку ударов или он перепутал его с противником или отомстил за то что тот хотел заставить его продолжать бой для нас останется загадкой сточившийся меч годен только нарезать колбасу на кухне а неумелый боец годен только бить мешок в бою сайр против асколило мы как раз такого бойца и увидели бой феноменально закончился на пятой секунде первым же ударом от сайра куда и зачем скакала сколило станется загадкой для всех оленей в шервудском лесу мало того после нокаута пацан не понял что происходит и решил поломать хоть кого-то а этим кем-то конечно оказался реф который был ближе всего асколило с рефа еле стянули три мужика уж не знаю что у него там было заведение после нокаута но надеюсь не из запрещенных сайтов а то слазить он очень не хотел удушение пережимает поступление крови и кислорода в мозг отчего боец не отдает себе отчета в том что происходит так некоторые теряют сознание думая что я вытерплю а некоторые начинают бросаться на рефери думая что это противник что и произошло в нашем бою страдающие одной и той же болезнью понимают друг друга а бойцы даже спасают друг друга но это не про наш случай когда первый полез мочить судью второй крикнул и это не я это рэф а потом махнул рукой ну и хрен с вами сами разбирайтесь и побежал праздновать победу даже не пытаясь спасти рефа поединок хендрикса против фича закончился отличным левым сбоку который сразу поставил точку в бою но не для рефери которому пришлось немного побороться и повозиться с поверженным бойцом который как белка перепутавшая грибочки перепутал рефери противника пишите в комменты за сколько ударов вы бы уложили рефери подписывайтесь на канал жмите колокольчик ставьте лайк и делитесь видео с друзьями а также подписывайтесь на мой второй канал клон в описании а то этот могут заблокировать а если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои забирайте бесплатные видео курсы в описании благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках